Я позволю тебе напомнить, о чём мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, в частности, о том, что один из самых важных, а, быть может, самый важный вопрос в жизни человека – это вопрос о том, что будет после смерти. Потому что в зависимости от этого человек строит свою жизнь. И на самом деле, конечно, все более-менее надеются на то, что там что-то будет, даже те, кто решительно отрицают Бога, веру, религию, церковь и так далее. На самом деле, где-то, конечно, надеются на существование нашей личности и после кончины нашего физического тела. И это осознание пришло, конечно, человеку очень рано. И такие очень интересные и важные свидетельства о кардинальной важности этого вопроса в жизни человека мы встречаем ещё очень давно. Я расскажу лишь об одном из них, которое относится к Индии, 5-6 век до нашей эры, время, которое называют осевым временем, потому что действительно произошло пробуждение такого глубокого сознания смысла жизни, смысла веры, каков Бог и так далее в самых разных регионах. Это было время пороков Израиля, начиная с 8 по 5-6 век до нашей эры. Это было время Гомера и Илиады его. Это было время пробуждения духовного в Индии, в Китае. Казалось бы, самые разные страны, разные цивилизации, почти, в общем-то, между собой не связанные. Вот, тем не менее, задавались одними и теми же вопросами и давали похожие, во всяком случае, по своей глубине ответы. И вот я хотел рассказать об одном таком сказании из индийского эпоса Упанишады. Это собрание различных откровений, различных поучений мудрецов, которые следуют за эпосом Махабхараты, который тоже относится примерно к 6 веку. В ту же эпоху, когда порок Илья боролся с Ваалом в Израиле, Гомера воспевал Троянскую войну, в Индии создавался этот великий эпос Махабхараты, чудесный образ, из которого делали читатели участников жестоких битв, перов, борцовых интриг и так далее. Но интересно, что в это же время в джунглях Индии появляется множество людей, которые полуодеты, длинные косово-огнечесные волосы, изможденные тела. Оказалось, это люди, которые решили бросить вообще человеческую жизнь и цивилизацию и поселиться в джунглях. Странно, зачем? Причём, если бы это были старые люди, разочаровавшиеся в жизни, брошенные своими близкими, там, детьми, что нередко бывало в древности, это было бы как-то понятно. Но на самом деле среди этих людей было множество молодых людей, которые вдруг приобретали вид лесных духов и исчезали из своих деревень. Их называли пустынники или в языке этого времени муни. Кто они? И здесь, в лесных хижинах, пристрелы люди не только не преобладают, но и большинство. А молодёжь, вот кто скрывается в пещерах и дебрях Индии. Для чего эти полные энергии люди, которые вместо на реставичах и перах избрали такую жизнь? Ведь их место совсем не здесь. Это было неслыханно от века, повернулось спиной к тому, чем прекрасна жизнь даже самого незаметного земледельца. И объяснить столь необычное явление можно лишь одним. Прежняя жизнь перестала удовлетворять этих людей. В них пробудилось стремление к чему-то иному, высшему. Они искатели правды, которые не нашли ответа на свои вопросы, в обычных обстоятельствах жизни. И вот мы никогда бы не узнали об этом, если бы не сохранились записи гуру, то есть учителей. Все у нас уже знают, большинство, это слово, пришедшее к нам, извините, гуру, учитель, наставник, которые сохранили в записях свои размышления, притчи, мистические поэмы. Они впоследствии были включены в веды под общим названием Упанишады. Так вот, одна из таких историй, которая сохранилась в Упанишаде, так называемая Катха Упанишада. Она рассказывает об одном человеке, который решил принести в жертву богам самое дорогое, всё, чем он обладал, из всего этого самое дорогое, драгоценное, чтобы заслужить награду от богов. Он рассказывает об этом своему сыну на чекету. Сын одобряет его желания, но постепенно он понимает, что самый дорогой – это он сам, сын. Чем-то ситуация напоминает ситуацию с Авраамом и Исааком, о котором мы будем говорить позже в Ветхом Завете, в Библии. Но так или иначе, молодой человек понимает, что самая главная жертва – это он сам. Ну, и действительно, жертва принадлежения совершается, и на чекет оказывается в царстве смерти, некая бога по имени Яма. И поскольку он пришёл к смерти не по-юзу, а, так сказать, как бы сам по себе, то Яма как-то не встретил его и вообще неизвестно, где пропадал целых три дня. Ну, так повествует эпос. Мы, конечно, понимаем, что это что-то фантастическое, но неважно. Когда же он возвращается к нему, то он на чекет напоминает ему, что он не встретил его, как подобает, встретить гостя, и что за это обиженный гость может, так сказать, не извести на его голову всевозможные там неприятности. Он, Яма понимает, что это поступило нехорошо, смущён, готов искупить свою вину и, говорит, предлагает смелому юноше просить три дара по его выбору. На чекет, не задумываясь, излагается и пожелание. Во-первых, смерть охотно удовлетворяет. Царь преисподний обещает гостю, что, если он вернётся на землю, отец его встретит с радостью. И второе, объясняют ему все подробности жертвоприношений, которые надо совершить, чтобы всё было хорошо и благополучно. Но третий дар для на чеке – это самый главный. Он говорит о том, что сомнение возникает у всех людей о посмертной участи человека. Одни говорят, что он, то есть человек, есть, продолжает какую-то свою жизнь, а другие говорят, что его нет, он исчезает. И на чеке говорится этому Яме, да узнаю я, обученный тобою, каков этот третий дар. Что действительно будет на самом деле? Вот это будет третьим даром. Неслучайно на чеке от имя это означает «незнающий». И молодого брахмана манила вечная загадка смерти, и он надеялся разрешить её в царстве Ямы владыке всех усопших. Это, поистине, вопрос из вопросов. Он, кажется, касается не только загробной участи человека, но и, понятно, его земной жизни. Загадка жизни разрешится не раньше, чем разрешится загадка смерти. Яма не сразу соглашается посвятить юношу в эту тайну и говорит о том, что даже боги до сих пор сомневаются в этом тонком вопросе. Выбери себе другой дар. Но на чеке стоит на своём. Тогда Яма говорит ему, что я тебе обещаю сыновей, внуков, которые проживут сотню лет, множество скота, слонов, коней, золота. Выбери себе обширную годину на земле. Живи сам столько осени, сколько хочешь. Если ты считаешь это равным даром, выбирай себе богатство, долгую жизнь, процветай, всех красавиц на земле. И я делаю тебя обладателем всего желанного. Прости, чего хочешь, но не спрашивай о смерти. Казалось, теперь пришло время на чекету согласиться, ведь ему обещано всё, о чём только может, так сказать, мечтать человек в земной жизни. Но он отказывается, потому что уже перерос эти мечты, эти желания, хочет высшего знания, потому что ничто земное его уже не удовлетворяет его жажды. Приходящий эти удовольствия у смертного, говорит он, истушает силы всех чувств, да и жизнь-то вся коротка. Путь же остаются у тебя повозки, танцы, пения, красавицы. Не должен человек радоваться богатству. Разве сможем мы владеть богатством, если увидим тебя, яму, владыку мёртвых? Будем ли мы жить, пока ты правишь? Лишь этот дар следует избрать. Я это рассказал для того, чтобы вам было понятно, что загадка смерти не только для каждого из нас возникает, она возникала с незапамятных времён. И поэтому действительно нам важно то обстоятельство, что в самом деле нам именно вера открывает вот эту тайну. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о клинической смерти, о том, что люди, пережившие клиническую смерть и не просто в беспамятстве, а что-то помнившие, возвращаются к жизни не просто с верой в потустороннюю жизнь, а с твёрдым убеждением, что эта жизнь есть на самом деле. Я сам знал нескольких таких людей, и они живут в полной уверенности, что это именно так. Так что для нас это как бы некое свидетельство. Не говорю доказательства, ещё раз напоминаю, потому что пережитое кем-то другим для нас не является доказательством. Оно может быть подтверждением, каким-то свидетельством дополнительным, но никак не доказательством. Доказательство – это только то, что человек пережил сам, как говорится, на своей шкуре. И действительно, если это так, то тогда открывается, что наш мозг не является источником жизни. Хотя, конечно, повреждение мозга нарушает нашу сознательную деятельность, прочее, прочее. Но это то же самое, как, скажем, повреждение какой-то детали в телевизоре или там в радиоприёмнике нарушает его работу. Это не означает, что перестала работать там в традиционной станции, в Останкин или где-то ещё. А означает, что если исправить телевизор, то всё будет работать. И то же самое наш мозг, по-видимому, в этом случае является не источником сознания, а лишь ретранслятором. И если это ретранслятор, то, значит, существует невидимый пока для нас духовный мир, который порождает мир материальный и оказывает на него воздействие, как сознание оказывает воздействие на наше поведение. Итак, телом своим мы принадлежим природе целиком. Мы все прекрасно понимаем, что, будучи вырванным из природы, мы не проживём и минуты без воздуха, без всего то, что есть, пищи, питьё и так далее. Но человек, на самом деле, состоит не только из тела. По учению Библии человек трёхчастен, и современное христианское богословие с этим вполне соглашается, что человек из трёх частей тела, душа и дух. С телом понятно. Душа – это психическая жизнь, которая есть и у животных. Животные тоже, мы знаем, все, кто наблюдали за животными, понятные, они имеют какие-то свои реакции, какие-то свои интересные, сложные поведения, особенно домашние животные, как бы очаловечиваются, чуть ли там ни слова понимают, только что не говорят. Но у человека, кроме этого, есть ещё и дух. Вот дух – это то, что радикально отличает нас от любого самого замечательного животного. Потому что только человеку свойственно ставить вечные вопросы. Откуда мы пришли? Куда идём? В чём смысл моей жизни и жизни вообще? В нашем теле отражён материальный мир, а внутри у нас есть мир духовный. И вот здесь, я думаю, что очень важная мысль, о которой нередко повторял отец Александр Мень в своих книгах, о том, что если потребностям нашего тела соответствуют природные определённые явления и качества, то потребностям нашего духа в смысле, в вечности, в любви, несомненно, должны соответствовать какие-то и духовные свойства окружающего нас мира, что именно они являются тем, что производит вот наш мир материальный. И мы, наблюдая даже поверхность взгляд на историю, нас убеждают в том, что нет ни одного народа без религии. То есть всем людям свойственно представление о каком-то невидимом духовном мире. Даже в язычестве, там и политеизм, тотемизм, шаманизм, магия и прочее, прочее, всё это говорит о такой вере, может быть, очень упрощённой, странной для нас иногда, но тем не менее реальной. Буддизм, который говорит о некой нирване, о неком погружении человека в отсутствие желаний, и только тогда у него появляются ощущения причастности ко всему миру. Но самое, однако, возвышенное откровение об этом духовном мире нам несёт, конечно, религия Библии. Библейское учение. Во-первых, учение о едином Боге, а во-вторых, о том, что вот Бог – творец, и, видимо, мир – творение. Они радикально между собой разделены. Если греческий эпос, религии Вавилона, Египта, религии Индии говорили о том, что мир – есть некая эманация, как паутина исходит из паука, так этот мир исходит из божества, то Библия говорит о противоположении, о несходстве творца и творения. Так что это подобно тому, как художник пишет картину или человек делает какое-то изделие, оно, конечно, несёт на себе отпечаток его умений, мастерства, его мыслей, но это не то же самое, что сам творец. И поэтому здесь радикальное отличие между творцом и его творением. Вот это абсолютно точно утверждает Библия. И речь идёт о творении, как акте божественной воли, разума и любви. Этот акт и есть то звено, которое соединяет абсолют, Бога, соединяет со всем тварным миром. И созидательная мощь Божья вызывает тварь из небытия, из ничего, и поддерживает и питает его существование. Второй слайд, пожалуйста, следующий там. Солнышко, да. И действительно, когда мы смотрим на грандиозные картины вот из космоса, грандиозности Земли, восходящего Солнца, небескрайнего космоса, которых, если верить, и астрономам, и физикам нас разделяют, не просто тысячи, а миллионы световых лет, когда мы представляем себе какой-то, в слабой мере, всю громадность Вселенной, мы понимаем справедливость величественных строк Державина, его оды Бог, который начинает словами «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто всё собой обнимает, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Книга, мы уже с вами говорили, книга Бога человеческая, та, которая писала с людьми по вдохновению от Бога. Это не диктовка, это некое сотворчество, откровение Божие, преломлённое через культуру, знания, духовный уровень тех, которые записывали это, тех людей, которых нам история, промысел, сохранили их писание. Пожалуйста, следующий слайд. Вот основная часть Библии Ветхого Завета, мы уже с вами говорили о том, что Библия разделяется на две части. Ветхий Завет, то есть дохристианское, дохристианское священное писание и священное писание христианства, Новый Завет, который включает в себя книгу, четыре книги Евангелия, книгу Деяний апостолов и Послания апостолов и Апокалипсис. Это все откровения, это писание относится к Первому веку, они созданы были во второй половине Первого века и дошли до нас в таком полном составе. Таким образом, христианство принимает и Ветхозаветную, иудейскую часть Библии, и Новозаветную, уже христианскую. В Ветхом Завете основная важнейшая часть так называемой Пятикнижи, так само название понятно, то, что состоит из пяти книг на иврите «Тара», то есть научение, наставление или закон. Вот там написано, вверху видите, название, «Ботие, исход, левит, числа, второзаконие». Надо сказать, что восприятие от Ветхого Завета в иудаизме и в христианстве, конечно, различно. Дело в том, что Пятикнижие само сложилось в V веке до н.э. во время Вавилонского пленения, когда Иерусалим разрушен был, даже не единожды, когда население несколько раз депортировалось, переселялось, но, так или иначе, именно вот в изгнании, куда и священники, и львиты уходили не с пустыми руками, а переносили с собой все священные писания, именно там они осознали величие и важность тех священных писаний, которые у них хранились. Когда лишились храма, место, где, как всем казалось, Бог особенно близок к людям, то поняли, что главное откровение, главных драгоценных достояния, это сами тексты, которые говорят об истории народа, о его создании и о том, как Бог хочет, чтобы люди жили. Итак, основное содержание, конечно, было сложно гораздо раньше, восходит где-то уже в X веке, даже раньше, было сначала в виде устных преданий, только потом записывалось, записываться стали в основном уже в X веке до Рождества Христова при царе Давиде, и древнейшие списки на древнеюрейском языке, так называемый Масарецкий, от еврейского слова Масара, передача, предания, имеется, Каильский, Кумранский и так далее. Надо сказать, что сохранность текста, вот древнего текста, вещь была весьма редкая по той простой причине, что когда эти списки, которые представили, пергамент, с нанесенными надписями от руки, конечно, когда они становились ветхими от употребления, то их не просто куда-то выбрасывали, схоронили сосуды и закапывали в землю, и поэтому найти их, так сказать, было, в общем, конечно, невозможно, но прежде чем закапывать, их в таких специальных помещениях сохраняли, и вот одна из Каирских синагог в городе Каир, еще до Реса Христова, сохранились вот эти списки в сосудах, которые были, в общем, это помещение было случайно, видимо, в минуту опасности замуровано, и только позже было открыто и сохранились вот эти рукописи. Особенно интересно было нахождение кумранских рукописей, которые относятся к первому веку до Реса Христова, и были найдены уже после Второй мировой войны в 45-46-48 годы. И вот и сохранность, и сходство их с мазаретскими текстами, то есть рукописными текстами, которые относятся к 7 веку уже нашей эры, как подчеркивало, как раз невероятная, непостиженная сохранность этих текстов и полную их достоверность. Ну, кроме того, сохранился, конечно, еще перевод на греческий, который был сделан в 3 веке до Рождества Христова и период Ветхого Завета. Так что мы располагаем достаточно авторитетными списками и теми текстами, которые были составлены вот тогда, в 5 веке до Рождества Христова, которые идут, восходят, на самом деле, к 10-12 веку в виде устных преданий. Это я вам просто говорю к тому, чтобы вы хотя бы не имели какое-то примерное представление о том, какова, насколько длительна история вот этих книг. Но, так или иначе, вот в этих книгах важнейшая тема четырёх из них, то есть исключая бытие, исходливее числа второзакония, это тема договора, договора между Богом и людьми, о тех, в каких условиях этот закон был дан, в каких условиях договор этот, завет это и есть договор, в каких условиях он был заключён, как и для чего, и этому предшествует история отношений договаривающихся сторон людей и Бога. И вот это как раз и изложено книги бытия о творении мира, о происхождении израильского, то есть еврейского народа, о его судьбе, каким образом оказывается в земле обетованной, в Палестине, и прочее, это, как сказать, введение, а вот дальше уже идёт самое главное, как люди должны жить. И вот это излагается как раз в книгах исходливее числа и второзакония. Но дело в том, что если для Ветхого Завета, для еврейского народа было важно именно рассказ о родоначальниках народа, о их судьбе первых там веков, то бытие выступает как преамбула к основной законодательной части. это пяти книжек, вот этих четырёх книг, которые я сказал. В христианском богословии это всё обретает новый смысл, поскольку нам как бы уже новый завет, новый, так сказать, договор, новые условия новозаветной, евангельской жизни, то для нас особый смысл приобретает как раз книга бытия, потому что она не столько пролог к ветхозаветному законодательству, сколько завязка всей космической драмы сотворения человека, падения и спасения его в Новом Завете. И поэтому в христианской традиции из всех книг Ветхого Завета самочитаемая именно является книга бытия. Так вот, о ней мы со мной и будем говорить. в еврейском в еврейской Библии она носит название Берешит. Само слово Берешит означает начало. Берешит Бара Элохим этим начинается еврейский текст в начале сотворил Бог неба и земля. Вообще эта книга и все дальнейшие они называются по первому слову, по тому первому слову, которое начинается текст, называется и вся книга. наше название бытия уже церковнославянское название греческому, которое называется генесис, то есть происхождение, откуда все произошло. Ну, а по церковнославянски мы называем бытие, хотя, может быть, более правильно назвать происхождение, но поскольку давно уже, несколько веков название именно так, то мы уже пользуемся этим названием. Эта книга бытия содержит 50 глав. Первые 11 рассказывают о сотворении мира, первые 4 людей, рождение у них детей, возникновение скотоводства, земледелия и вот все, что происходит дальше. И первозданная, так сказать, радость Бога от творения хорошо весьма сохраняется недолго. Начинается убийство, разврат, Бог как бы раскаивается, что-то старел мир, по грехам людей совершается страшная катастрофа, потоп, цивилизация гибнет, остается одна семья, только ноя, мы подробнее об этом будем говорить, просто чтобы вы уже это знали. Потому что, вообще, должен сказать, когда мы читать Библию, просто как вот мы читаем «Войну и мир», тоже толстая книга, вот так подряд не советую, потому что вы просто не будете понимать, о чем идет речь. Надо как-то сначала какие-то книги вводные, которые бы рассказывалось, о чем рассказывает каждый из книг, и тогда будет что-то более-менее понятно. Также, в общем-то, и Новый Завет, хотя там несколько легче, потому что, если мы уже знаем, что Евангелие – это рассказ о рождении, жизни, чудесах Христа, его учения, страданиях смерти и воскресения, то уже примерно понимаем, о чем идет речь. Но что касается книг Ветхого Завета, то, конечно, всегда чтение той или иной книги следует предварять чтением комментариев, каких-то вводных книг, иначе будет совершенно непонятно, о чем идет речь. Так что, поэтому я вот вам сейчас излагаю кратко, так сказать, план книги «Бытия», повторю еще раз, что первое, с первого по одиннадцатого глава, сотворение мира и первые, так сказать, века жизни человечества. Здесь преобладают мотивы проклятия, проклятия змею за то, что он соблазняет людей, мужчине и женщине за то, что им поддаются этому соблазну, Каину за убийство, мотив изгнания Адама и Евы из рая, Каина в растение, ну и так далее. То есть создается некий фон для описания жизни избранников Божиих. После потопа человечество восстанавливается, но вновь, так сказать, согрешают Вавилонскую башню, как бы желание достичь Бога, потрогать, так сказать, руками. И вот на этом фоне всем уже рассказывается о появлении первого праведника, вернее, лучше, наверное, сказать, второго после Ноя, Авраама и происхождение израильского еврейского народа, о котором было сказано, что в нем благословятся все племена земные. И мы знаем, что так оно и произошло, потому что именно из израильского еврейского народа происходит Спаситель Иисус Христос, который для нас становится истинным, путем истины и жизни, истинным Богом, истинным Царем, который вот здесь нам был, здесь у нас на земле, и приходит к нам по своему слову, вот я с вами во все дни до скончания века, которое говорит апостол после своего воскресения и вознесения. Но об этом подробнее мы будем уже говорить тогда, когда будем с вами подробно читать Новый Завет. А пока мы будем говорить вкратце, конечно, о Ветском Завете. Следует сразу еще рассказать то, что в Библии характерно разнообразие жанров, то есть здесь имеется и жанр родословий, там, Абрама, такого, такого и так далее, довольно, так сказать, непонятно, трудно читать. Имеется здесь повествование, притчи и так далее. Нередко и грозков, когда слова означают нечто такое, что потом определяет дальнейшее повествование. Скажем, Адам означает земля, он создается из праха земного, и само имя уже об этом и говорит. Ну и так далее. Так что вот это такое предварение, а теперь мы перейдем уже к самому тексту и о нем немножко поговорим. Пожалуйста, первое. Итак, первая глава книги Бытия рассказывает о творении мира. Она называется нередко шестоднев. То есть о том, что мир творится в шесть дней как бы в течение рабочей недели. Вот это разделение на семь дней недели появилось задолго до израильской культуры, в Вавилоне. Происходение очень простое, поскольку был лунный календарь, солнце все-таки каждый год отчитать довольно сложно и пользуюсь лунным календарем. Как вы знаете, лунный календарь в месяце лунам 28 дней. Очень просто естественно разделить его пополам, а еще потом еще раз пополам и получается простое число семь. Семь именно поэтому и становится издавна таким как бы священным числом полноты, полнота рабочей недели. Четыре тоже священное число в том смысле, что четыре части света. И восемь разделенное на четыре мы тем самым получаем такую привычную нам неделю. И это имеет довольно старинное происхождение порядка четырех тысяч лет человечество пользуется именно таким делением нашего поседневного времени. И здесь будет идти речь о днях творения. Ну сразу я уже предварю, скажу, что конечно мы сейчас это понимаем не как 24 часа в сутки, который имел в виду текст библейский, а как некоторые периоды творения, периоды времени. Для нас важно то, что за этим описанием, за этим текстом стоит некая мифология в высоком смысле этого слова. Не в том смысле, как это сказка, а в том смысле, что это некая философия древних, которые говорят о духовном глубинном смысле того, что происходит. И хотя конечно нам может показаться, что в чем-то так сказать трудно это принять, это примитивно, и так далее, но на самом деле за этими очень простыми образами, которые рассказываются в общем-то кочевникам, кто были первые народы из-за них, пастухи были, и тем не менее им рассказываются в каких-то возвышенных вещах вот этими простыми образами, так как если бы мы рассказывали детям. И тем не менее за этими рассказами стоит очень какая-то глубокая вечная истина, которая важна для каждого из нас, в том числе для людей 21 века и далее, несмотря на то, что это было сказано давно, и казалось бы очень просто. Так вот, первый день. Библия об этом рассказывает так. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Ну, прежде всего, следует сказать, да, я прощу до конца, про первый день. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И видел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Ну, вот мы видим здесь иллюстрации из иллюстрации Доре, французский художник 19 века, такое грандиозное творение. Мы понимаем, что, конечно, Бог не имеет видимого образа, всё прочее, но даже для современного человека понятно, что вот такими внешними образами можно передать какую-то очень важную мысль о том, что Бог как бы вне времени. Это некая мощная сила, которая вызывает всё остальное к жизни. И это передаётся видимым образом, конечно, на самом деле это может быть не так, это некий взрыв первого атома, который нам трудно представить, потому что это было миллионы лет назад. Но так или иначе, современный физик нам говорит о том, мы об этом говорили, что в первые же мгновения этого взрыва возникают те особенности физического плана, которые могли бы возникнуть, в общем-то, и другими, которые как бы определяются, определяют на будущее всю историю мира, так сказать, антропный принцип. То есть возникают те параметры физические, их всего шесть, без которых не было бы возможное появление органического вещества, а следовательно жизни, а следовательно и нас с вами. То есть с самого первого мгновения как бы этот взрыв готовит к тому, чтобы мы с вами были. Но так или иначе, это вот передаётся таким простым поистованием. Вначале сотворил Бог небо и землю. Противоложность тем древним эпосам, где мир творится в результате игры богов, любви, там между ними ненавистью, взаимно, сказать, противостояние добрых и злых сил, или это какая-то страшная богиня Теамат, которая рождает детей, они набрасываются на неё, разрубают её на части, из одних частей созидается там горы, из других вода и так далее. Ну, такая, в общем, безудивная фантазия. А здесь вот так просто и возвышенно вначале сотворил Бог небо и землю. Всё. Вот просто и вместе с тем необычайно глубоко. Речь идёт именно о творении, не просто о, так сказать, игре каких-то космических сил, а именно просто творении. Понятно, что небо и земля, и так поднимает богословие ещё со средних веков, речь, конечно, не о нашем, так сказать, голубом небе, нашей земле, по которой мы ходим, что речь идёт о творении духовного и материального мира. Не случайно в стимуле веры мы произносим слова «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». То есть весь мир, какие-то там всякие духи, прочее, прочее, даже если мы их не видим, и они есть, это всё есть творение. Над всем этим есть Верховный Творец Господь. «Земля была безвидной пуста и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Земля, то есть вот эта материя, была как бы не устроена. «Безвидной и пуста, и тьма над бездной». Вот такие вот величные слова. «И Дух Божий носился над водою». В этом видит уже как бы поислованию от Троицы во всём сей. Дух Божий, то есть уже намёк на действие Святого Духа, которое оживотворяет вот эту созданную, так сказать, новосознанную свеженько такую материю. Оживотворяет её, придёт её какую-то форму. И далее идёт как бы второе лицо Троицы. «И сказал Бог, сказал, Бог творит Словом». Вот это мощь Слова, действенное Слово, которое мы будем всё время встречаться с вами в Библии, когда римский сотник просит Иисуса исцелить его слугу, которому дорожит. Он говорит, «Не входи в мой дом, я не достоин того, чтобы ты входил, скажи только Слово». И исцелеет слуга мой. Иван Галли, от Иоанна начинается тоже величественным прологом. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога». Оно было вначале, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Вот такое восприятие Слова, такое отношение к Слову в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. «И так и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош, следующий слайд, пожалуйста, и отделил Бог свет от тьмы, и назвался свет днём, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». То есть, как бы творение завершается, начинается с творения света, вечер, ночь, и конец первого дня. Здесь мы сразу встречаемся с очень важными словами. «И назвал Бог днём, а тьму ночью». Опять словом, каждое творение, каждая вещь на земле получается бытие, когда она называется Богом, как Бог её называет. отделение света от тьмы, отделение доброго от чего-то недоброго. То есть, изначально мы видим вот это действие разделения одно от другого. Пожалуйста, следующий слайд. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал, опять же, назвал слово Бог твердь небом, и увидел, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй». Вот мы видим, что разъяснение простым кочевникам о том, почему, я уже говорила, идёт дождь. Разумеется, объясняет, когда вода испаряется, поднимается, облака там, всё такое. Вот, конечно, это было всё не под силу. Поэтому было представление очень простое. Оно, надо сказать, удерживалось на протяжении многих веков. Вот, что некое, как бы, творение, вот, вся, вся эта масса разделяется, для того, чтобы, пространство для жизни, разделяется. Твердь небесная и твердь земная. как некий купол, над которым вода, и дождь идёт не потому, что там, как мы сейчас знаем, конденсация, облака, там, всё прочее. Вот, Бог открывает окна там на небе и идёт вода. А если грешит человек, то он не открывает его, никого дождя не идёт. Ну, и так далее. Пожалуйста, следующий. И сказал Бог, да соберётся вода, которая под небом, вот, под этим куполом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И сбралась вода под небом в свои места и явилась суша. И назвал Бог суша землёю, а собрание вот назвал морями. Опять назвал. Опять, как бы, Бог даёт словом, даёт бытие творению. И сказал Бог, да произрастит земля в зелень, траву, сеющую семя породу и поподобию, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, которым семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу и поподобию, и дерево плодовитое, приносящее плод, которым семя его порода его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Вот здесь очень интересная особенность текста, что с третьего стиха начинается божественная творческая деятельность. И далее, кроме отделения, ещё идёт вот это творение. Разделяется твердь земная, твердь небесная, вода, которая под небом, сушь там и так далее. И мы видим, что Бог придаёт творению вот эту способность творить самому, да произрастить земля, зелень, траву, сеющие семя. То есть, как бы, возможность творения нового и нового отчасти передаётся и уже созданному. День четвёртый. И сказал Бог, да будут светила на твердь небесной для освящения земли и для отделения дня от ночи, и для знамени и времён, и дней, и годов. И да будут они светильниками на твердь небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светила большая для управления днём, и светила меньшая для управления ночью, и звёзды. И поставил Бог на твердь небесной, чтобы светить на землю, и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвёртый. Вот до этого было всё разделение. Свет от тьмы, вода, которая на твердью, под твердью, суша от земли и так далее. Но здесь уже следующий этап – некое украшение земли, чтобы были светила, звёзды и так далее. Ещё важно обратить внимание вот на что. Для нас это как бы сейчас не очень заметно. Но для того времени, когда эти создавались, вот это откровение, а это, примерно, 10-й, 12-й век до Рождества Христова, это время, когда окружающие могущественные империи, народы, Египет, Вавилон поклоняются Солнцу, там, разве созвездиям, там, Луне и так далее. Это их могучие боги, которым приносят жертвы и прочее. А вот маленький народец, который едва-едва ещё зародился, который во всём зависит от окружающих его культур и народов, и он вдруг открывает для себя Бога, для которого эти колоссальные божества Солнца и Луна только дневное и вечернее светило. И они являются творением ни больше, ни меньше. Так же, как и звёзды всякие, прочее, прочее. А над всем этим, вот этот Бог, который открылся в Израиле, откуда это появилось? Это было откровение, данное именно этому народу. Потому что это ниоткуда невозможно было заимствовать. Этого никого вокруг не было. Вот именно некая сила, которая над этим. И эти светила, которые почитались как боги, вот, они ни больше, ни меньше, так мало и большое светило. В этом есть и такая скрытая ирония над чужими богами. Пятый день. И сказал Бог, да произведёт вода присмыкающихся, душу живую, и птицы-то полетят над землёю, подверги неместные. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу, животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И было утро, и был вечер, и было утро, и день пятый. Вот здесь интересно, мы читаем, с одной стороны, да произведёт вода, присмыкающаяся, душу живую, и так далее. А далее, следовательно, стих говорит, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу. Слово, которое говорилось, сотворил Бог небо и землю. Это слово будет повторяться ещё раз один, мы дальше будем ниже читать. Но когда здесь речь идёт о животных, о творении жизни, не просто минеральные всякие вещества, то речь опять употребляется это слово. Бора. Берешит, бора и ловим. Вначале сотворил. Произвести можно из того, что уже есть. Творение – это производится нечто новое из того, чего не было. Ни из какого не было предшествующего материала. Бог творит мир из ничего. Так же и душу вот этих животных он творит из ничего. Сотворил Бог рыб большие, всякую душу, присмыки, и так далее, и так далее. Читаем дальше про следующий день, шестой. «И сказал Бог, да произведёт земля душу живую, породу её скотов и гадов, земерей земных породы их, и стало так». И же сотворённая земля, она то и передаётся как бы автономная возможность производить душу живую. Там Бог её сотворил в виде там рыб и так далее, присмыкающихся. А здесь имеется в виду уже скотов и гадов, зверей земных. То есть уже следующий слайд. Речь же о сотворении млекопитающихся. Вот мы видим, такой мишка сидит. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу его. И увидел Бог, что это хорошо». И в тот же день продолжает Библия повествование. «И сказал Бог, сотворим человека». Опять третий раз слово «сотворим» – «бора». По образу нашему и по подобию нашему. Вот удивительные слова, которые говорят о радикальном отличии человека от всех остальных животных. Во-первых, сотворим. Действительно, мы понимаем, что, позже об этом будем говорить подробнее, что человек радикально отличается от самых нам природно близких, там, обезьян и так далее, именно способностью мыслить, чувствовать, делать нравственный выбор. И именно это является тем, что называется в Библии – образ и подобие Божие. Человек несёт в себе образ Творца. Человек тоже может творить. Человек радикально отличается от всех остальных земных существ. Хотя, так сказать, по всем своим показателям мы такие из млекопитающих, а все прочие. Но! У нас есть то, что мы называем духом. То, что нам есть возможность, благодаря сложнейшему устройству нашего мозга, он радикально отличает шимпанзе, хотя генетическими там немножко всего, на 2% у нас всего, развития ПДНК, а вот мозг наш различается больше, чуть-чуть там не в несколько раз, там, в 3-4 раза больше. Вот он тот аппарат, который уже, кроме того, чтобы бегать, прыгать и так далее, может улавливать этот самый духовный мир, этот образ и подобие Божие. И дальше. «И довладычествуют они над рыбами морскими». То есть не просто человек, сказать, а будет жить, как все прочие. Нет. «Владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землёю, над теми гадами, присмогающимися по земле». То есть над всем. «И сотворил Бог человека». Вот это же самое слово. «По образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте земли, и обладайте ею, и воды чувствуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными» и так далее. Вот здесь первые слова, которые говорит Бог, плодитесь и размножайтесь, то же самое, что Бог говорит, это там присмыкающие всем животным, то же самое. Но это только первое – наполняйте землю. «И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким скотом, над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть особое место человека на земле. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя». Это людям сказал. «Сееда будет вам в пищу». То есть семя, пшеница, там просы, всё прочее. Плод древесный. «А всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому гаду присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». То есть по мысли автора, получившего откровение об этом творении, человек поначалу, созданный человек, питается семенами растений, и плодами с деревьев. А вся остальная, так сказать, живность, питается зелень травной. Конечно, мы понимаем, что исторически было не так. Исторически были животные, как говорится, хищные, прочие-прочие, друг друга ели и прочее. Но откровение говорит о том, что замысел Божий всё-таки иной был. Что замысел Божий не уничтожает друг друга. Это как и некая уже проекция на царствие будущего, на духовный мир, который будет за этим миром, в который мы с вами войдём, в то, что называется царствие Божие. Которое ещё не наступило. Молитие Отче нашему, поэтому мы читаем. «Да приидет царствие Твое». То есть будет то, чего ещё пока нет. Об этом просим. Но так или иначе, увидел Бог, что всё он создал, и вот всё хорошо весьма. Не просто, как раньше говорили, всё хорошо, всё хорошо весьма. Да, а людей-то не пока, не пока, они у нас есть. Итак, мы видим ликующий финал этого творения. И вот на следующем слайде мы можем увидеть некоторую интересную схему этих дней. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы видим дни, некой параллели. Ну, во-первых, дни отделения. Первый день – свет от тьмы отделяется. И как параллельному – четвёртый день после первого – день украшения. Отделение нижних от вышних – второй день. Третий день – воды от земли. А параллельно ему идут дни украшения. Соответственно, пятый день – рыбы-птицы творятся. И шестой день – животные, человек и всё прочее. Вот такая интересная схема поэтического повествования вот этого. Пожалуйста, следующий слайд. На самом деле, в начале книги «Бытия» изглагаются как бы две истории творения. Первая и вторая глава. И вторая глава несколько отличается. Хотя начало второй главы рассказывает ещё об окончании этой семи дней. Но дальнейшее повествование нам будет говорить уже о другом. Итак, начало второй главы. «Так совершены были небо и земля, и всё воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Ну, вот мы видим субботу в синагоге, освящение субботнего дня – день, в который человек призван отдыхать. И это будет включено, мы с вами будем позже об этом говорить, в десять заповедей. Четвёртая из десяти заповедей. Первые четыре – это взаимоотношения между человеком и Богом. А начиная с пятой заповеди – отношения между людьми. И первая – возлюбишься Господу, Бога твоей души и всем сердцем. Вторая – не будьте богов иных. «Помни день субботний, не произноси четвёртое имя Божье псуик, чтобы оно было свято для тебя». Так или иначе, вот туда включено «помни день субботний, не делай никакой работы, ни ты, ни раб твой, ни рабыни твои, ни слуга твой, ни пришелец, ни скот твой, ни вол твой и так далее. Никакой животной». То есть мы видим, что речь идёт о том, что необходимый отдых. Понятно, для человека это также молитва, воспоминания о Боге, хвала всему творению, благодарение за творение. А для скотов и земных и так далее, понятно, что это день некоего отдыха чисто физического. Ну, конечно, возникает такой детский вопрос – а кто сотворил Бога? Здесь можно сказать только то, что Бог – это пространство и время. А Бог – вне пространства и вне времени. Он иной. Бог – не материя, Бог – есть дух. И даже наш дух проникает сквозь время и пространство. Эти рамки даже на нас не действуют. Мы можем представлять себя в любой точке земного шара, даже на планете Венеры и так далее. Тем более для того, кто иной. Значит, Бог – вне времени, значит, но не может быть начала. Он не прижит к материальному миру. Только такой Бог и мог всё сотворить. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Это храм называется Саграда Фамилия, Святое Семейство. Он продолжает строиться в городе испанском Барселоне. Хотя, надо сказать, что его творец Антонио Гауди умер ещё в 1926 году. Но творению продолжает созидаться. Он необычайно красив внешне и интересен внутренне. Следующий слайд, пожалуйста. Вот эти вот поддерживающие колонны, они подобны стеблям трав. Между узелями такими держат эти все стены. Почему я это показываю? Взгляд на мир, который не просто вот сотворён, где Бог отделывает каждую деталь, а на мир, как на замысел Божий, которому даётся самостоятельность. Произведёт земля, произведёт там вода и так далее. Вот так и здесь. Творец, архитектор даёт план, даёт замысел. А далее уже осуществляют другие люди. Вот. Подобно тому, как творится храм по замыслу гениального архитектора, так мир продолжает жить и созидаться по замыслу Божию. Пожалуйста, следующий слайд. Вот многочисленные такие скульптуры украшают, а тут храм, это всё тот же храм, саграда фамилия. Пожалуйста, следующий слайд. Хорошо. Так. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Итак, Бог помещает человека. Во второй главе рассказывается о том, что Бог творит человека. Речь вот поначалу только о мужчине. Как бы совершенно другой рассказ. При этом говорится о том, что, когда Бог творит небо и землю и прочее, что ещё нет травы, ещё нет, потому что не было человека, который мог возделать и так далее. Бог устраивает сад в неком месте, называя его Эдемом, и помещает в этот сад человека, творить его и возделывать. Далее рассказывается о том, что Бог приводит человеку всех животных сотворённых, чтобы он дал им имена. То есть мы видим, что человек как бы присоединяется к действию Божия, даёт бытие твари, называя её именем. И это, кроме прочего, говорится, это так же, как в первом рассказе о «Владычестве», они над теми зверями и так далее. Присвоение имени – это тоже знак власти. То есть рассказывается о том же самом, но несколько иным путём. То, что человек даёт, называя всех по именам, – это знак власти. Подобно тому, как приходит другая власть, мы знаем, переименовывается улица, Тверская в улицу Горького, потом улицу Горького в Тверскую, ну и так далее. Так что эта традиция, она совершенно нам понятна. И проходит перед человеком все живые существа, но не нашёл Адам, сотворённый человек, подобного ему. Не нашёл, так сказать, для себя подходящего помощника. Тогда Бог наводит на Адама сон, человек засыпает, и из его ребра творит ему жену Еву и приводит к нему. И когда Адам видит Еву, он говорит, «Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих». Она называется «Жена, ибо взята от мужа своего». Ну, в русском тексте это не очень понятно, почему так говорится, почему жена, потому что взята от мужа. Но когда мы читаем это на еврейском языке, то там примерно так, что она, муж – Иш, она называется Иша. Результат – это мужа. Понятно, это такая игра слов, которая в переводе пропадает, но если посмотреть комментарии, примечания, то всё становится это более-менее понятно. Ну, мы говорили о том, что три раза вот это слово «бора» – сотворение, творит мир, творит душу живую, творит человека. Действительно, это самые загадочные события в истории мироздания. Наука, например, не говорит, откуда появился мир, это вне её компетенции, это вне, так сказать, экспериментального какого-то исследования, это невозможно. Наука – это факты, эксперименты. А там, где этого нет, то там, конечно, наука остаётся как бы вне, не в теме. Два других момента также необъяснимы. Возникновение, переход от неживого к живому и от обезьяны к человеку. Хотя понятно, что по всему телу своему мы, разумеется, принадлежим этому природному миру, и наши природные, эти самые близкие предки, они нам ближайшие родственники. Известный физик Шеретингер в книжке «Жизнь с точки зрения физики» пишет так. Деятельность живой материи, хотя и основана на законах физики, установленных к настоящему времени, но, по-видимому, подчиняется до сих пор неизвестным другим законам физики. И в отличие от неживого, живые организмы характерируются обменом веществ, размножением и тенденцией к усложнению. Вот эта вот эволюция, вот это слово у нас появляется, оно именно тенденция к усложнению. Для чего прекрасно приспособлены к жизни, так сказать, бактериями, вирусам, тем не менее, эволюционируют дальше и дальше. И вот это непроходимая пропасть. Следующий слайд, пожалуйста. Да, здесь вот всякие появляются эти вот животные такие вот древние. И мы понимаем, что каким образом... Да, перед нами стоит вопрос, как сочетать библейское повествование вот с данными науки, о том, что, понятно, какие-то миллионы лет назад и природа была другой, всё развивалось, всё, так сказать, было не таким, как сейчас. Мы должны понимать, что Библия – это не учебник биологии или там физики, астрономии и так далее. Библия говорит о первых причинах, духовных причинах мира. И действительно, вот эти три слова «бара» – сотворение мира, сотворение живой материи и сотворение человека – как раз вот те самые три, самые загадочные точки, о которых мы говорим. Понятно, что наука говорит нам о том, что эволюция происходит за счёт случайных мутаций. И действительно, современная биология для этого имеет вполне весомые факты и как бы полагает, что случайность, которая работает на протяжении многих-многих миллиардов лет, вполне может всё это создать. Современное богословие отвечает на это тем, что Бог, придавая материи возможность творения, как бы умаляется. Он присутствует как бы инкогнито на этой земле. И что действительно, даже если эта самая эволюция происходит за счёт случайных мутаций, то, что там естественно отбор, это совсем уж понятно, совсем очевидно. Подобно, как человек отбирает, создавает всякие диковинные породы собак, так и природные диковинные виды животных и прочее. И тем не менее, это не отвергает того, что Бог предаёт этому миру законы. Именно об этом нам и рассказывает книга «Бытия». И вот возникновение человека от ближайшего нашего предка, разумеется, не от буквально шимпанзе, а от какого-то похожего на него, потому что шимпанзе – это боковая веть. У шимпанзе уже имеются признаки, которые у человека отсутствуют, клыки, например, большие и прочее, прочее. Но то, что у нас есть общие родственники, это, по-видимому, так. И вот есть два течения, которые как бы полемизируют друг с другом, полемика-то не закончила. Креационизм и эволюционизм. Креационизм утверждает, преследуя самую такую благую цель – доверие Слову Божию, о том, что мир действительно был сотворён в шесть дней, что нечего там выдумать, раз так слово написано, слово откровение, вот, значит, так оно и было. А эволюционизм говорит, что нет ничего подобного. Раз нам наука говорит об этом, о том, что действительно имела место история животных, какие-то животные появлялись, какие-то животные вымирали, то нет ни оснований этому не доверять. Ещё Блаженный Августин в IV веке писал о том, что если данные науки и Библии, а тогда наука была совсем, так сказать, на другом уровне, противоречат друг другу, то это означает лишь то, что мы неправильно понимаем те или иные строчки Библии, а они нуждаются в нашем более глубоком, осмысленном понимании. Один из доводов коррекционистов говорит о том, что между разными видами и классами и так далее нет промежутноточных форм. Это вполне естественно из-за их малочисленности, потому что мы в ископаемых остатках находим только тех животных, которые были уже многочисленные, размножились, а переходной формы мы не находим. Где мы сейчас найдём первый автомобиль, первый паровой двигатель и так далее? Если, так сказать, мы будем исследовать нашу планету как-нибудь там через тысячу лет, мы скажем, что, ну, сразу появились Форды, Мерседесы, а там каких-нибудь запорозцев, может, даже их вообще не было. Так что здесь, потому что если принимать, так сказать, учение креационизма, то впечатление сложится такое, что Бог умышленно зарыл, закопал, так сказать, остатки этих древних животных для того, чтобы у нас сохранилось впечатление о том, что вот именно здесь была такая эволюция, как бы, чтобы испытывать человека, чтобы Бог специально сотворил последовательность нуклеотидов в геноме Адама, такое, чтобы казалось, чтобы предкам была обезьяна, или, по крайней мере, они имели общих предков. Мы видим, что всё в истории изменяется, всё развивается. Культура, наука, техника, образование. Да и сам человек от новорожденного до взрослого человека. Известное выражение «всё течёт, всё изменяется». Почему же окружающий наш мир должен оставаться неизменным? Сомнений в реальности эволюции не больше, чем в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Палеонтологические данные, результаты искусственного отбора, тысячи признаков, по которым живые организмы разных видов проявляют сходство, объяснимы только общностью происхождения. В конце XX века мы имеем данные о том, что последствия нуклеотидов, молекулы ДНК, одних и тех же генов увидев с похожими признаками, признаки тоже похожи. Я не буду приводить все эти уточняющие данные, но так или иначе имеется эммологическое доказательство близости человека-обезьян, имеется доказательство близости ДНК. Во всяком случае, степень гибридизации, то есть сходство, гибридизация соединения одинаковых последствий шампанзе человека где-то порядка 90-98%. С гиббоном всего лишь 76, человека-макаки 66, то есть они явно от нас дальше, а вот шампанзе к нам поближе. Но это не значит, что он проживет от шампанзе, просто у нас имелись общие предки. Дело в том, что у нас имеются так называемые некоторые псевдогены, участки генома, похожие на тот или иной ген, но содержащие некое количество печаток, которые делаются бесполезными. Они, тем не менее, в геноме сохраняются, может, для чего-то нужны, а может, просто как случайные. Но интересно вот что, что вот такие печатки, то есть ломающие ген, могут появиться разными способами. Но почему одна и та же критическая печатка присутствует и у человека, и у шампанзе? Единственное объяснение, что опечатка была унаследована унаследована от общего предка. Если два сочинения учеников содержат одну и ту же последовательность, но не только одни и те же орфографические ошибки, то понятно, что один списал у другого, или оба списали у третьего. Так что вот, по-видимому, мы имеем это от нашего общего предка. Следующий слайд, пожалуйста. Вот тоже она у нас. Интересно, что был найден так называемый ключевой ген эволюции человека. Смогли идентифицировать ген, участвующий в регуляции роста коры головного мозга центральной нервной системы. И что интересно, этот ген совсем небольшой. У него всего 118 вот этих букв, триплетов, генетического кода. И интересно, что между этим же геном у цыпленка и у шимпанзе различия только в двух из них. Хотя расстояние эволюционно между ними огромное. Но вот разница между шимпанзе и человеком 18 букв. Совершенно не сопоставимо, хотя, казалось бы, они гораздо ближе друг к другу. И вот эти отличия возникли в результате мутаций, имевшие место 5 миллионов лет назад. Именно эти мутации обеспечили человеку огромное вот это преимущество в виде его головного мозга. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь можно дальше пропустить. Да, вот Чарльз Дарвен, который как раз открыл, что один из механизмов алюции, естественный отбор, на который очень, сказать, все обрушились над эровинизм и так далее. Кто-то его с радостью подхватил, кто-то, наоборот, стал с ярустью опровергать. Но главные три кита дарвинизма – это мутации, изоляции, естественный отбор. Понятно, мутация – это случайно, как, по крайней мере, полагают большинство возникновения изменений в этом коде ДНК. изоляция, когда эти виды друг от друга изолированы и не скрещиваются и становятся хорошими видами, потому что один из главных признаков видов – нескрещиванность, хотя он иногда нарушается. Ну, можно прийти такой пример, так называемых, кольцевых ареалов. Есть такая известная птичка, большая синица, она у нас тоже живет. Так вот, большая синица, скажем, распространяется из Европы на Восток, но двумя путями. Одна по Сибири, а другая через Индию и прочее. Когда они встречаются на Дальнем Востоке, где-то там, в Корее, то эти две большие синицы из общего ареала, они становятся хорошими видами, не скрещиваются друг с другом. Пройдя такой два разных пути, они уже перестают скрещиваться друг с другом. Просто пример такой, что за счет изоляции получается вот другой вид. Также известны на Гавайских островах, там в каждом, каждой долине живут свои виды калибри, которые не могут перелететь через хребты, которые их отделяют, и поэтому там в каждой долине по два-три эндемичных, то есть свойственных только этому району видов калибри. Ну и естественно, отбор, понятно, выживание приспособленных и неспособленных форм. Хотя, конечно, сам механизм, естественно, отбора всех генетических популяций вещь необычайно трудная, сложная, это нужен специальный курс, который нам, конечно, излишен, мы просто знаем, что такая вещь существует. Почему дарвинизм имел такой успех и был встречен штыки верующими? Впрочем, не всеми. Главное заблуждение многим людям казалось, и кажется до сих пор, что если мы нашли объяснение таким таинственным природным процессом, то это значит, Бога нет. Так, если открыли, что гром это в результате электрического разряда, вовсе не Илья, пророк там на колеснице едет, то значит, Илья пророка нет. Конечно, это такое наивное рассуждение, и если мы что-то объяснили, то нам Бог открыл устройство его творения. Ничего там, так сказать, плохого нет, только замечательно. И таким образом мы видим, что, скажем, ещё в XVI веке шла страшная борьба, даже позже, в XVII, против гелиоцентрической системы, то есть представление о том, что в центре Солнца-системы находится Солнце, а не Земля. Мы помним, как Джордана Бруна сожли, Галилею заставили отречься и так далее. До сих пор такой шуточный стишок, появившийся не так давно, описывает это событие такими словами. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Ну, так сказать, Галилею так вот вынудили. Но так или иначе, страх перед тем, что если люди будут полагать, что в центре находится Солнце, а не Земля, то люди отвергнут Библии, совершенно не оправдался. Хотя Лютер, такой человек, в общем-то, отчаянный, и всё прочее, он утверждал, что глупо и нечестиво говорить, что будто Земля находится, вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что Иисус Лавин сказал Солнцу остановись. Значит, не Земля, а Солнце. Ну, мы понимаем, что очевидные вещи, они не всегда оказываются истинными. Нам кажется, Земля плоская, проведили такой долг, что Земля круглая, а с той стороны люди, они же упадут, если бы там... Ну, всё это, конечно, след недостаточно развития науки. У людей, желавших освободиться от веры в Бога, дарвинизм вызвал восторг. У людей, которые боялись знаний, предложенных дарвинизмом, научные объяснения до сих пор вызывают непонятный страх и опасение за судьбу веры. Если дарвинизм подхватили материалисты, то значит, он опасен, и надо против него бороться. Но понятно, что ведь мы лишь открываем механизмы действия законов, вложенных Богом в его творение. И вот закончу, так сказать, это краткое описание полемики креационизма-дарвинизма вот портретом другого замечательного человека. Нет, нет, дальше, дальше. Это Алексей Константинович Толстой. Замечательный автор «Коняя Серебряный», «Колокольчиками и Цветики Степны» и прочих-прочих замечательных романцев. Надо сказать, что он был близкий друг царя, они мальчика вместе учились. Царю, чтобы, так сказать, было нескучно заниматься, из хорошей семьи приводили пять-шесть мальчиков, которые, значит, одновременно преподавали. Вот одним из этих пяти-шести мальчиков был Алексей Константинович Толстой, который стал позже замечательным поэтом, глубоко верующим человеком. И когда один из министров печати прилагал усилия, чтобы запретить преподавание даравинизма, общая всякую речь о нём, то Алексей Константинович написал такой сатирический стишок ему. Я часть его прочту. Если же ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль – с какого права? Был ли ты при сотворении? Почему бы не понемногу введены в бытиёмы? Или не хочешь ли ты уж Богу приписывать приёмы? Как и что творил Создатель, что считал он более кстати? Значит, не может председатель комитета по печати. Ограничить так смело всестороннесть Божьей власти, ведь такое, Миша, это его так звали, ведь такое, Миша, дело пахнет ересей отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в славки сослать бы можно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга, и по мне шмакина глина, то есть Адам из глины, не знатни о рангу танга. Но по мне, положим, даже Дарвин глупость спорит просто, ведь твоё гонение гажа, всяких глупостей расхвост. Так что мы видим, что такой замечательный человек, как Алексей Александрович Толстой, человек глубокой веры, совершенно православный, он понимал, что научные данные нисколько не могут опровергать нашу веру, потому что и то, и другое имеет один источник, именно бытие Божие, которое вызывает в жизни и мир, и нас с вами, и наше знание, и о мире, и нашу веру. Так что вот на этом я закончу сегодня. Следующий четверг у нас будет занятие семинарские, пожалуйста, на них обязательно приходите. Задание какое-то будет, но к семинарскому занятию. Как? Какие главы? Первая, вторая. Так, первая, вторая. Да, на следующий. Значит, так, к семинару, пожалуйста, тщательно, значит, посмотрите, к следующему четвергу, первую, вторую главу книги Бытия, а к следующей лекции запрочите с первой по одиннадцатой главы книги Бытия. Будет понятнее, о чём будет идти речь. Если есть такие какие-то вопросы, пожалуйста, можно сейчас... Да. Ещё, дорогие, ещё одно объявление. Те, кто сегодня пришёл первый раз на лекцию, ещё не было ни разу на семинаре, в следующий четверг до начала семинарских занятий, как и в прошлый четверг, там будет возможность вытащить бумажку, какой номер группы, куда вы пойдёте. А те, кто уже был на семинарах, идут в свою группу, они уже знают. Так, ну давайте мы помолимся.